МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Пермской крае очень много талантливых детей и детских творческих коллективов, у которых, к сожалению, нет возможности выступать на больших городских площадках. И нам пришла идея сделать такой праздник, где они могли бы проявить себя, особенно юные зрители, которые приезжают к нам из края. Фестиваль наш будет проходить уже четвертый год. Он пользуется большой популярностью как у участников, так и у зрителей. И с каждым годом у нас количество заявок возрастает. Вы говорите, что ребятки приезжают со всего края. Они даже на какие-то отборы, от пробы приезжают из края. Как проходит этот процесс? У нас есть положение, в котором прописаны условия, структура фестиваля, номинации и сроки подачи заявок. Также есть создана специальная комиссия фестиваля. Все заявки поступают на электронный адрес, где прилагается видеономеров, которые впоследствии просматриваются. И принимается решение об участии того или иного коллектива, либо солиста. Расскажите об этих коллективах. Откуда они приедут, ребята? В основном, конечно, коллективы у нас пермские. Но ежегодно к нам приезжают порядка 15-20 коллективов из самых разных уголков. Это Верещагина, Добрянка, Губаха, Краснокамский и многие другие. А также, что интересно, в этом году к нам приедет даже юная гостья из Москвы. Это 12-летняя солистка Сати Григорян, которая является лауреатом и дипломантом различных всероссийских и международных конкурсов. Поэтому будет очень интересно ее послушать. Какие номинации заявлены? Там будут отдельные солисты или это будут группы? В положении у нас заявлено три номинации. Это вокал, хореография и оригинальный жанр. Вы знаете, радует то, что в этом году у нас прям такое творческое разнообразие. То есть помимо традиционных песен, танцев, у нас также очень много цирковых, акробатических номеров и есть даже инструментальные номера. Вот ребятки, которые победят, станут лучшими. Как они будут награждаться и что они получат? Вообще призовых мест как таковых нет. У нас абсолютно все участники фестиваля будут награждены памятными дипломами, сувенирами. И также картами на катание и аттракционах парка Горького. Лучшие номера, по мнению нашей комиссии, примут участие в галоконцерте, который состоится 18 августа в рамках масштабного праздника, посвященному дню рождения парка Горького, которому в этом году исполнится 215 лет со дня основания. Дарья, помимо самого выступления, будут какие-то мероприятия, которые будут интересны гостям? Да, как для участников, так и для всех гостей праздника у нас будет организована тематическая фотоплощадка и также будут проходить различные творческие мастер-классы. И давайте тогда еще раз напомним, когда, куда и кому приходить. Мероприятие у нас будет проходить в эту субботу, 27 июля. Оно состоится на главной сцене парка Горького с 2 до 5 часов дня. Так что приходите, будем всех вас ждать. Спасибо, что пришли и рассказали. Спасибо большое. А я напоминаю, что в гостях у нас была режиссер парка Горького Дарья Репина и обсуждали мы фестиваль юных дарований «Супердети». Спасибо.